Среди всего разнообразия хлебобулочных изделий следует уделить особенное внимание багетам, мягким и хрустящим. Расскажу вам, как приготовить французский багет на закваске, самый популярный. Багет можно использовать вместо хлеба, в качестве основы для бутербродов, подавать к первым блюдам или для приготовления крутонов. Лучше всего кушать багет, когда он только остыл, так он остается хрустящим и воздушным. Вы можете посыпать багет тертым сыром, чтобы придать ему дополнительный вкус и аромат. Кроме того, не забудьте сделать характерные для этой выпечки надрезы, они открывают красоту структуры багета. Поверьте, багет, приготовленный по этому рецепту, очень понравится вашим близким и гостям. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. Для приготовления закваски стартер смешайте с водой комнатной температуры и просеянной нюкай. Накройте, оставьте при комнатной температуре на 4-1-2 часов. 2. Разведите закваску водой комнатной температуры, перемешайте и добавьте сахар, соль, вылейте разведенную закваску в миску тестомеса, добавьте просеянную муку и месите в течение 5 минут на третьей скорости. 3. Округлите готовое тесто и переложите в миску, смазанную растительным маслом, накройте тесто миской и оставьте при комнатной температуре на 3 часа. 4. Каждую часть теста растягивайте в миске, подхватив один край теста, максимально его вытянув и сложив к середине, снова округлите тесто, переверните швом вниз и накройте до следующей обминки. 5. Рабочую поверхность слегка присыпьте мюкой, выложите тесто и разделите на две части, каждую часть теста округлите, положите швом вверх и накройте крышкой, оставьте на 15-20 минут, после чего аккуратно растяните тесто в лепешку. 6. Сформируйте батон, прорабатывая каждый шов, раскатайте батон в багет и выложите на лист бумаги для выпечки, накройте пищевой пленкой и оставьте на 2-3 часа, сделайте надсечки на багетах и сбрызните их водой. 7. Духовку вместе с камнем для хлеба разогрейте до 230 градусов, выпекайте багеты 15 минут при 230 градусах, после чего откройте духовку, снова сбрызните багеты водой и пеките еще 20 минут при 200 градусах. Багеты полностью остудите на решетке, приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Пшеничный стартер, 50 грамм. Пшеничная мюка АВС, 375 грамм, 75 грамм в закваску, 300 грамм в тесто. Закваска опара, 200 грамм. Соль, 8 грамм. Сахар, 1 чайная ложка. Вода комнатной температуры, 215 миллилитров, 140 миллилитров в тесто, 75 миллилитров в закваску. Количество порций, 4-5. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Жду вас снова!